Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал Экзегет. Меня зовут Андрей Десницкий. И мы с вами читаем послание к римлянам в моем переводе 11 глава. 11 глава посвящена достаточно особой теме Израилю. И уже об этом говорил Павел в предшествующей 10 главе, в 9 он ее упоминал. Но в 11 он ее разворачивает в полный рост. Смотрите, исходя из всей логики послания, если он говорит, что спасение, которое приходит через Христа, приходит по вере. Собственно, послание к римлянам это такое базовое богословское послание у Павла. Оно касается всех израильтян и язычников. То, в общем, логично сделать вывод, что Израиль исчезает, растворяется. И, кстати, в последующей истории христианство, начиная с Маркиона, его знаменитая ересь, которая, наверное, остается самой популярной христианской ересью. И она заключается в отвержении Ветхого Завета. В том, что, вообще говоря, христианство это какая-то совершенно другая религия, с Ветхим Заветом не связанная. Так вот, Израиля больше нет. А может быть, никогда и не было на самом деле. И Павел, который сам израильтянин, должен на это что-то ответить. Но не в плане противостоять каким-то инсинуациям, но ответит по сути. Какая ситуация с Израилем? Что сегодня еврейский народ, сегодня имеется в виду не в 21 веке, но хотя в 21 веке с точки зрения христианского благовестия ничего не изменилось. Что вот в эпоху, начиная со Христа, еврейский народ или израильский народ, как избранный народ Божий, представляет собой? Его больше нет, или он отброшен Богом, или он остается тогда как и в каком смысле? Теперь спрошу. Неужели Бог отверг свой народ? Да не будет. Да, это его энергичная манера. Он во многих главах сначала вбрасывает некий тезис, потом его энергично отвергает. Да, так говорю, полемический задор. То есть, вот не все проповедники так делают. Он не просто излагает свою точку зрения, он с контраргументами работает, причем с них начинает. Люди считают так, некоторые, а я не согласен. Это очень важно, потому что Павел вступает в диалог, Павел вступает в спор, он не довольствуется какой-то гладкой такой схемой, которая течет, 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 ну и все, и все согласны. Неужели Бог отверг свой народ? Да не будет. Я ведь и сам, израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениамина, узнаем о его происхождении. Вениамин – маленькое колено, но оно соединилось с колено Иуды, в общем-то уже от него практически ничем не отличалось. Не отверг Господь своего народа и прежде известного ему. Разве не знаете, что говорит Писание об Илии, пророк Илья? «Он жаловался Богу на Израиль, Господи, пророков твоих перебили, жертвенники разрушили, остался один я, но и моей души ищут». Что же было сказано в ответ? «Я сохранил себе семь тысяч мужей, не преклонивших колено перед Ваалом». Ваал – языческое божество, и действительно в истории пророка Ильи был момент, когда он мог ощущать себя единственным оставшимся израильтянином. Наверное, у нас у всех такое бывает, не только с народом, но с каким-то любимым делом, с какой-то там общиной, с чем-то еще. Ну, все испортились, вот все пошло криво-косо, один я остался. Кто-то скажет, что это такое горделивое мнение, но не уверен, трагическое может быть мнение, которое периодически у людей возникает. И вот, наверное, Павел так себя ощущает в некоторые моменты своей жизни. А кто вообще остался из израильтян? Ну, вот Павел, который принял Иисуса, может быть, еще небольшое количество апостолов. Но и пророк Илья так когда-то себя ощущал. И вот семь тысяч мужей не преклонили колено. Много ли это? Сколько это процентов от населения Израиля времен пророка Ильи? Ну, явно немного. Ну, явно это не какое-то большинство. И явно, вот сегодня мы любим оперировать этими цифрами, кого больше, кого меньше. Но за ними будущее. И семь тысяч, казалось бы, мало, если говорить о целом народе. Но достаточно, чтобы среди них жить. Семь тысяч человек. А много ли у нас родных, знакомых, друзей, близких, дорогих нам людей? Да и одной тысячи, наверное, не наберется. Если вообще всех учесть. А сколько прохожих на улице? А сколько посторонних? А сколько людей, до которых нам нет дела? Вот их, конечно, тьмы и тьмы, и миллионы. Так вот, живи среди этих семи тысяч. Ты думаешь, ты один? Нет, ты не один. Может быть, их не всегда легко найти. Ну, все семь тебе и не нужны. Но ты найдешь достаточное число людей, которые не преклонили колено предвалом. Говорит Господь Ильи. И говорит это Павлу. А Павел говорит всем нам. То есть, в момент, когда ты думаешь, что, ну вот, все рухнуло, ничего не осталось. Да нет, осталось целых семь тысяч. Немного статистически, но достаточно лично для тебя. И вот будущее за ними, будущее израильского народа, за теми, кто не поддался языческому культу, пусть даже поддались 99%. Так и в нынешнее время сохранился по его, Божьей благодати, избранный остаток. А если по благодати, то уже не по делам. Тогда это была бы не благодать. А то и дело уже не дело. Но он снова говорит, спасение не по делам, а по благодати. Но почему здесь? Да потому, что с делами все плохо. А потому, что Израиль отступил от Бога. И тогда вот эта мысль о спасении по благодати, она выручает, она позволяет понять, что да, по своим заслугам Израиль ничего хорошего не может ожидать. Но по милости Божьей что-то он получит. Так что же, чего искал Израиль, того он не получил. Впрочем, получили избранные, а прочие ожесточились. То есть, он имеет в виду предшествие Христа, которое с напряжением ожидали израильтяне. И вот они его не получили. Не в том смысле, что его не было, они от него отказались. Если передо мной поставить сейчас вкусную всякую еду, а я ее не возьму, то я ее не получу. Хотя бы ее вот сюда на стол мне принесли. И если Христос пришел к Израилю, но израильтяне большинство его не приняли, это все равно, как если бы он не приходил для них лично. Даже хуже, потому что отказ от еды означает, что мне ее больше не дадут. Впрочем, получили избранные, есть какой-то остаток. Да, вот это библейское понятие, у пророка постоянно встречается остаток. То, что сохраняется, то, что даже в момент распада, разорения, уничтожения сберегается Богом. Для дальнейшего какой-то, знаете, росточек маленький там пробился, кругом деревья валятся, а вот этот росточек, он вырастет. Вот это и есть остаток. А прочие ожесточились, как написано. Бог наслал на них дух усыпления, так что глаза их не видят и уши не слышат вплоть до сего дня. И Давид, говорит, достанет трапезы их заподняю сетью, соблазном и возмездием для них, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть. Ах, ребят, да будет всегда сагбен. Получается, как-то жестоко. И Бог на них наслал дух и Давид, говорит, пусть у них все будет плохо, чтобы они погибли. Но Павел об этом отчасти уже говорил, и об этом он еще скажет более подробно. Как же это получилось так, что вроде Господь делает этот выбор, а не они сами. Ну, это, конечно, такой подход, при котором именно Бог объявляется в высшей инстанции. Вот без его согласия ничего не будет. И, безусловно, выбор человека тоже здесь есть, он не отрицается никоим образом. Но и Давид, он просто делает вывод из всего этого. Теперь спрошу. Израильтяне приткнулись, чтобы окончательно пасть, приткнулись, то есть споткнулись. Да не будет. Но их падение во спасение язычникам, чтобы так и сами они возревновали. Возревновали, ну, то есть испытали прилив какой-то зависти, какого-то ощущения. А как же мы, да, вот что такое ревность? Допустим, есть у человека жена, на которую он особо внимания не обращает. А вдруг другой мужчина за ней начал ухаживать. Вот эта ревность появляется. Как это он в ней увидел женскую привлекательность? А я не вижу. И вот человек сам начинает видеть. И вот израильтяне не видят в Боге ничего привлекательного. А очень часто союз израильтян с Богом описывается у пророков как брачный союз. А вот язычники увидели, и израильтяне возревновали. Если даже их падение обогатило мир, ну, то есть отказ израильтян признать Христа, их падение обогатило мир, а их оступничество язычников, насколько же больше богатства принесет их полное обращение. То есть оказывается, судьба всего человечества каким-то образом связана с судьбой Израиля. Пусть даже не очень пока понятно, каким. А вам, кто из язычников, да? Ну, потому что тут мы сразу видим другую реакцию. Скорее всего, римляне – это христианская община, которая состоит из бывших иудеев и бывших язычников, да? И которые во многом себя ощущают иудеями, язычниками, то есть греками, римлянами, там, сирийцами, кем-нибудь еще. А вам, кто из язычников, скажу, поскольку я послал среди язычников, я прославляю мое служение. Вот есть те, кто к израильтянам идут, а Павел говорит, я к язычникам. Может быть, сумею пробудить ревность в моих соплеменниках и спасти некоторых из них? Вот, оказывается, он служит язычникам, но не потому, что ему иудеи противно неприятно, он надеется этим служением даже как-то их пробудить. Если их отпадение – примирение для мира, да? То есть весь мир примиряется с Богом тогда, когда они отпали, и, может быть, даже отчасти вследствие того, что они отпали, потому что освобождается это место. Вот это понятие Божьего народа, оно становится уже ненациональным, не связано с происхождением. Если их отпадение – примирение для мира, чем же будет их возвращение, как невоскресением из мертвых? Вот некая духовная смерть, от которой народ Израиля однажды пробудится. Если свят начаток, то и остаток, если свят корень, то и ветви. Представление о заветной святости и чистоте, когда, конечно же, животное или растение или предмет целиком мог быть святым, то есть предназначенным для Бога, для служения ему, либо, наоборот, целиком нечистым. Вот если корень, начаток, начало израильской истории было освящено, было посвящено Богу, то и все, что последует дальше. И дальше очень интересный образ – корни и ветви. Павел использует разные метафоры, и это метафоры из садоводства. «Может, некоторые из ветвей маслины и отломились, а ты, дикий побег, был привит на их место, и так стал причастен корню и соком маслины. Так не хвались перед ветвями. Если даже станешь хвалиться, ты ведь не держишь корень, а корень тебя». Ну вот из практики садоводства берется ветвь дикой маслины и прививается к культурной садовой маслине. То есть делается надрез на коре, вот эта ветка как-то туда вживляется, и она начинает расти на этом дереве, как если бы она была изначально. Вот это образ того, что происходит с язычниками. А израильтяне отламываются от ствола, отпадают. Другую ветку с дикой маслины прививают этому дереву, но от этого то, что в дереве уже было, не становится хуже. И не ветка держит корнями ствол, но наоборот сама поддерживается стволом. Ты скажешь, «Те ветви отломились, чтобы я был привит». Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. «Не превозносись, но страшись». То есть ничего не гарантированно, ты держишься верой. Вера – вот это состояние доверия. Вот у Павла, может быть, я сохраняю в переводе слово «вера», но, может быть, иногда надо переводить «доверием». Ты держишься только потому, что ты ухватился, зацепился. Это ведь может измениться. «Не превозносись, но страшись». «Если Бог не пощадил природных ветвей, то и тебя не пощадит». Если что, да? «Посмотри, насколько Бог благ и насколько суров, к падшим суров, а к тебе благ, если ты сам останешься в благости, а иначе будешь отвергнут. Но и они, если они останутся в неверии, будут привиты обратно, ведь Бог силен снова привить их. Если ты, происходящий от дикого побега, был вопреки происхождению привит к садовой маслине, тем более они привьются к природной своей маслине». Ну, дальше он разворачивает тот же самый образ, подробно комментировать не нужно. То есть, язычник, бывший, став на место израильтян, не должен думать, что это место за ним сохраняется при любых условиях. Он лишь верой за него цепляется, и, соответственно, утратив эту веру, утратит и место. «Не хочу, братья, оставлять вас в невидении об этой тайне, чтобы вы не превозносились. Ожесточение части Израиля произошло до той поры, пока не войдет полнота язычников, и тогда весь Израиль будет спасен, как написано. Грядет Сион и Избавитель, он отвратит нечестие от Иакова, и такой будет им от меня завет, когда удалю их грехи». Иаков, ну, другое имя для Израиля. И вот ожесточение до времени, до какого-то периода, то есть, то, что Израиль отпал, то, что большинство израильтян не приняло Иисуса, имеет свою цель, свой замысел. Они как бы подвинулись для того, чтобы пустить язычников, для того, чтобы сформировалась вот эта единая церковь израильтян и язычников, и лишь потом они вернутся. Но вернутся уже не для того, чтобы выпихнуть язычников, но вот это срастание произошло. То есть, что привитая ветка растет на маслине, ее можно, конечно, заново отломить, но она стала частью маслины. Возникает синтез. И, конечно, сегодня, может быть, не очень для нас актуально про язычников, про евреев, может быть, чуть более актуально, поскольку они существуют в современном мире, язычников почти нет. Но некий общий принцип. А кто там с детства в церкви, или кто там принадлежит какой-то особо благочестивой семье, а кто привился, а кто считает себя наследником великой культуры, какого-то великого народа, а кто из маленького народа, который только недавно относительно услышал проповедь о христианстве. Это все не так важно. Вот эта идея постоянного отламывания и прививания. Старший сын, который остается с отцом, но не хочет принимать младшего, получает упрек от отца в притче о блудном сыне. Хотя, казалось бы, он себя вел хорошо и достойно. Именно потому, что вот эта ситуация, когда человек говорит, я здесь привит, я здесь ветка, а все остальные нет, вот она его и заставляет как бы отломиться от этой ветки, надломиться как-то еще не совсем, но поставит под вопрос свою принадлежность этому народу. К Евангелию они враждебны. Это ради вас. Но они возлюбленные избранники. Это ради правоцев. То есть во всем, во всем есть некая цель. То, что они не принимают Евангелие, это по крайней мере помогает язычникам его принять. Оставляет вот эту вакансию в Божьем народе. Но правоцы, Авраам и Саак и Аков, предки еврейского народа, собственно, они и остаются такой гарантией, что этот народ не отвергнут, что он находится, что называется, в листе ожидания. Своего причем ожидания. Сам ожидает, когда примет. Неотменимы дары Божьего призвания. Как вы некогда были неверны Богу, а теперь помилованы по их неверности. То есть израильцам. Так и они теперь неверны ради вашего помилования, чтобы потом и они были помилованы. Так Бог всех заключил в неверности, чтобы потом всех и помиловать. Ну, то есть, все попали в это состояние, не веря Богу, и Бог принял их всем, объединил их именно для того, чтобы их помиловать. То есть, вот Павел, он такой человек, который стремится к синтезу, который хочет, чтобы все, не только кто-то один, но все получили вот эти дары. О бездна богатства и премудрости, и видения Божьего! Как непостижимо решение его, и неисповедимы пути его! Кто же познал ум Господень, и кто стал советником ему, или кто дал ему взаймы, чтобы принять обратно от него? Но это из двух источников, книги Исаии и Иова. Неважно, ну, то есть, человек не управляет Богом, ни в силу своего ума, советник, ни в силу обязательств Бога, дал в долг, и теперь Бог должен ему, да, и поэтому ведет себя соответственно. И, с другой стороны, человек открывает какие-то новые тайны, которые до сих пор даже в голову не приходили. А что такое вера, как недоверие в то, что эти тайны есть, как недоверие Богу, который, может быть, мы не понимаем как, но каким-то образом все это устроит. Не только для нас. Вот хотелось бы, чтобы, да, мы спасены, а эти гады, сволочи, нам их не надо. Нет, так не бывает. Наоборот, ты себя ощущай все время, говорит Павел, тем, кто лишь привился, тем, кто из милости был взят, и другие из милости, просто ты сейчас, они потом, или они раньше, а ты теперь, это не очень важно. И вот эта глава, она удивительным образом как-то снимает это противоречие. Кто тут народ богоносец, кто тут избранный, кто тут настоящий, кто тут христианин, там, православный, праведный, неважно. Да никто. Все неверны. Но Бог всех милует, просто вот эта неверность кого-то, она служит привлечению других людей. И в конце концов он ведет к тому, чтобы все вошли в этот Божий народ. Может, не все захотят, но он всех зовет, он всех принимает. Все от него, и через него, и для него, и слава ему вовеки. Аминь. Так завершает он 11 главу, послание к римлянам апостол Павел, и это как бы уже даже финал, хотя еще у нас целых пять глав там пойдет, 12 и дальше. Но основная мысль закончена. Дальше подробности. Дальше подробности.